Рэребл это модно, рэребл это будущее, рэребл это круто. Поздравляю, Саша, ты крутой. Спасибо. Алексей, а что ты можешь сказать про Сашу? Русских очень много здесь, в Нью-Йорке. Телемост СССР, Нью-Йорк все происходит. Наверное, если у тебя есть много денег, то мир тебе их дал за то, что ты ему принес пользу. Биткоин вырастает в цене на 5%, эфириум вырастает в цене на 20%, инактивы вырастают в цене на 50%, и у меня начинает чаще звонить телефон. Вот это там у вас в Америке, конечно, да. Даже создатели Рэребл, как я понял, уже потеряли какие-то деньги от инэфтишек. Рэс США сегодня насколько влияет на рынок криптовалют? Одним рочерком пера весь рынок может грохнуться. Мы это видим в прямом эфире. В прямом эфире, в прямом эфире. Когда ты не находишься в Штатах, это кажется совсем какой-то странной штукой. Тут ты можешь встретить просто обычных людей, и они реально покупают за 1000 долларов картинки. Вот это там у вас в Америке, конечно, да. Не форцы. Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, это не форбсы, и сегодня мы снова будем говорить про NFT. В этот раз с основателями одного из самых крупных NFT-маркетплейсов в мире – Rarible, где были проданы многие громкие работы. Он придуман русскими ребятами, которые смогли сделать бизнес в США. Александр Сальников и Алексей Фалин. Они основали Rarible в 2019 году. В 2020 году общий оборот цифровых объектов, проданных на площадке, превысил 150 миллионов долларов. В 2021 году на площадку пришли звезды. Сын Джона Леннона и Йоко Оно, рэп-группа Wooten Clan, актрисы Линси Лохан и российские блогеры Илья Варламов и Руслан Усачев. В июне 2021 года Сальникову и Фалину удалось привлечь инвестиции на 14,2 миллиона долларов в раунде А. Раунд возглавили известные американские фонды «WenRack» и «ProinFound». Сейчас мы находимся на Красной Пресне. Пожалуй, этот парк наиболее напоминает центральный парк в Нью-Йорке, куда мы собираемся позвонить прямо в Бруклин и узнать, как сегодня обстоят дела у ребят с бизнесом в США и какие вообще перспективы у НРТ. Не фарксы. Ребята, здравствуйте. Привет. Вы уже можете сказать, какая у вас примерно капитализация сегодня? У нас есть торгуемая часть активов, есть неторгуемая часть активов, неторгуемая – это акции, они приватная оценка, мы ее не раскрываем. Торгуемая в какой-то момент достигала миллиарда долларов. Это был март 2021 года, наверное, самый пик. Сейчас это сильно меньше. Ждем следующего булрана, где будет 10, надеюсь. Ну, там посмотрим, как получится. За счет чего зарабатывает Rarible? Это комиссии, поток пользователей? Комиссии за сделки. Marketplace – это стандартная модель монетизации маркетплейсов. А какие вам требовались инвестиции в самом начале пути для этого проекта? Что вообще нужно было? Деньги, команда? С чего вы начали? Ну, изначально делается MVP небольшое. То есть любого проекта, как вообще мы что-то делаем. Даже сейчас до сих пор мы внутри, когда что-то запускаем, мы делаем небольшую команду, вот минимальную, чтобы она могла сделать MVP. Чтобы сделать MVP, нужно буквально там дизайнер, один-два разработчика и кто-то менеджер. Это, наверное, базовая MVP команда, и такая же у нас она и была. На старте. Алисия, давай поясним для наших зрителей, не все знают, что такое MVP простыми словами. Это максимально простой сайт, где там четыре квадратика, условно говоря, и две кнопки. Но это была достаточная ценность для того, чтобы у нас начала как-то расти пользовательская база. Когда это происходит, то уже можно больше ресурсов и сил вкладывать. А за счет чего она начала расти? У меня вот есть масса знакомых, кто делает разные приложения, и трафик, органический трафик, это же дико сложно. Да, мы сейчас не в 2010 году живем, когда приложений было не так много. За счет чего вы набрали популярность? Поделитесь опытом. Рынки разные. Рынок приложений действительно суперконкурентный. И просто так сделать приложение, чтобы оно стало веральным, крайне сложно. И даже если удается это сделать, там очень быстро приходят копии, конкуренты, большие бюджеты и выкупают весь трафик. Так вот, в App3, весь этот рынок, он очень новый. Это очень модно. То есть в Штатах многие люди готовы на понижение зарплаты серьезное, чтобы просто прийти в App3 рынок и работать в App3 компании. То есть они готовы уйти там с Facebook, с Amazon, с крупных технологических компаний, с хороших позиций, даже с понижением, ради того, чтобы получить опыт работы вот в App3. Не знаю, я считаю, что это будущее, и это один из самых там динамично растущих рынков. Так вот, поскольку это еще очень-очень рано, то пользователей, их там комьюнити, оно очень маленькое. Поэтому когда мы тогда запускаем, еще два года назад, то есть это комьюнити, которое существовало, оно было небольшое, и его охватить было очень просто. В частности, достаточно было одного Twitter-аккаунта и просто вести Twitter, чтобы охватить примерно там, не знаю, 80% людей, которым интересно то, что мы делаем. Рынок был супер маленький. И у нас там был, весь рынок NFT был порядка нескольких сотен тысяч долларов в месяц, вообще все. И там нескольких, не знаю, тысяч пользователей. То есть нам повезло с таймингом, потому что мы начали в 2019 году, а рынок начал, случился где-то в середине 2020 года. Начал расти, и там 21-й был там PIT. Вы сделали этот продукт своевременно, да? Когда вот волна Web 3.0 только-только-только заходила наверх. Она и сейчас, наверное, еще заходит, на самом деле. Мы еще этого не увидели в полной мере. Мы здесь как бы переживаем, чтобы Web 1 не накрылся периодически. А вы тут про Web 3.0 рассказываете. Ну, простыми словами объясните, что такое Web 3.0. Я могу попробовать. Значит, когда появился биткоин, основная идея была, что это неконтролируемая сеть из компьютеров, которая обслуживает платежи. Она неконтролируемая, ее невозможно закрыть. И пользователь, он сам хранит свой приватный ключ и сам может, используя этот приватный ключ, проводить платеж. И никто другой не может проводить платеж за него, если неизвестен приватный ключ. И вот эта идея о том, что пользователь, он как бы сам контролирует все свои данные и что он всегда может получить к ним доступ, что у него никто не будет спрашивать паспорт, у него никто-нибудь заблокирует аккаунт. Если это какой-нибудь, например, представим себе мессенджер, новый мессенджер, построенный на Web 3.0 технологиях. Это мессенджер, в котором у тебя есть приватный ключ, ты с помощью него заходишь в мессенджер, никто не может прочитать твои сообщения, кроме тебя и человека, который получил, потому что все зашифровано. И он неостановим, у него нет сервера, который можно прийти и закрыть. Вот это такое развитие интернета, которое двигается в сторону, что в Web 2 есть большие компании, Facebook, Google, которые, грубо говоря, являются хранителями всех данных. Вот есть Google почта, вроде как у вас есть пароль, но на самом деле, что это значит, что вы приходите в Google и говорите, я знаю пароль, дай мне, пожалуйста, доступ к моему аккаунту. То есть доступ, он изначально не ваш. Вот в Web 3 это попытка построить интернет заново на принципах того, что изначально все принадлежит пользователю, а он дальше уже приносит это на любые платформы, которые хочет. Кроме подписи, еще важная часть это децентрализованная база данных, распределенная база данных. Вот блокчейн сам по себе это распределенная база данных. Вот в принципе два этих фактора, да, они дают этот эффект. Ну, насколько я понимаю, условно делится так, что был Web 1, это значит сайт, и те люди, которые сделали сайт, они обращаются к пользователям односторонним порядке. Web 2 это значит Инстаграм, Фейсбук, где ты можешь написать комментарий, тебе кто-то ответит. Но ты зависим от этих гигантов, да, там от Инсты, от Меты, признанной в России экстремистской запрещенной организацией. А Web 3.0 это когда ты максимально автономный, да, как пользователь. То есть тебя, вот если ты Трамп, тебя не выкинет Дорси из своей соцсети. Насколько я понимаю, в этом главная плюшка, да? Именно. То есть Web 3.0 это еще ближе пользователь к пользователю взаимодействуя? Прямое владение всем активами, деньгами, контентом, информацией своей. Но это и плюсы, и минусы здесь есть. То есть плюсы в том, что да, есть прямое владение, нет цензоршип. Минусы то, что если ты потеряешь свой ключ, нет возможности, нет никого, кто тебе поможет его восстановить. А вы, кстати, свои ключи как храните вот от кошельков? На бумажечке где-то или вот действительно, потому что если его потерять, это же навсегда? Да. Ну, здесь баланс. Если ты его спрячешь сильно далеко, то есть шанс, что ты сам его потеряешь, но меньше шансов, что что-нибудь украдут. Если спрятать его недостаточно далеко, то ты, наверное, его найдешь, но есть шанс, что кто-нибудь еще найдет. В целом есть какая-то достаточно распространенная практика, насколько далеко нужно положить, чтобы все было в порядке. Обычно он просто лежит где-нибудь в нескольких местах, но в зашифрованном виде. Есть еще технология Shimmer Secret, там можно выпустить несколько ключей, например, 10, и для того, чтобы открыть кошелек, нужно из них там 8. И вот эти 8 можно распределить где-то, например, положить куда-то банскую ячейку, раздать бабушке. Какую вы самую большую сумму теряли, потому что забыли пароль или отправили не туда? Вот у всех криптонов, мне кажется, есть такая история, Алексей. Мне кажется, один эфириум у меня где-то потерян. У меня тоже супермало потерян. Не, мы с Сашей, как это, очень параноики. То есть у нас там есть какой-то порядок, и его надо всегда соблюдать. Поэтому тяжело что-то потерять. За счет чего вам удалось так раскрутить Rarible? Вот привлекать звезд? Самое интересное, что это все произошло абсолютно бесплатно. Мы сделали проект, и первые 7 месяцев, как Алексей говорит, комьюнити было очень маленькое. То есть можно было одним твиттером аккаунтом дотянуться практически до всех. Вот мы дотянулись практически до всех, и мы были единственным местом, где можно было без спроса создать NFT. Вот были другие площадки, где можно было создать NFT. Но нужно было, чтобы основатели этих проектов проверили, что ты настоящий художник. То есть там был какой-то входной барьер. Мы сделали проект, где не было входного барьера, просто подключи кошелек и создай свой NFT. Значит, мы дотянулись до всего этого комьюнити, и появился такой тренд, что Rarible это модно, Rarible это будущее, Rarible это круто, внутри этого комьюнити. Что произошло дальше? Это комьюнити очень начало расти. То есть мы выросли вместе с этим комьюнити, мы не использовали платную рекламу для того, чтобы звезды приводить звезд. И самое интересное, что звезды пришли последними. Как люди учатся. Вот если ты ничего не знаешь про NFT, у тебя обычно есть знакомый друг криптан, который все знает про крипту. Ты у него спрашиваешь, а куда мне пойти? Он говорит, пойди вот на Rarible. Соответственно, за счет этой виральности все и произошло. Не форцы. Как вы оказались в США, друзья? Ну, с ростом компании у нас появилось много людей, которые работают за пределами России. У нас сейчас большая часть компании, это люди, которые вообще в разных местах, в Европе, в Африке, в Штатах в том числе. Так получилось, что в среднем большая плотность людей, которые квалифицированы и профессионалы в технологиях, они так или иначе окажутся в Штатах. Соответственно, наши сотрудники, как лидершип, тим такой, руководство продукта, например, это все люди из Штатов. Соответственно, мы также здесь проводим много времени, поскольку это удобнее. Здесь часовой пояс удобный, ты можешь встретиться лично. И плюс все практически крупные проекты из Web3 у них есть здесь. Именно в Нью-Йорке, причем даже не просто в Штатах, а именно в Нью-Йорке есть офис. Так мы и приехали в Штаты. Это как-то органически все произошло. Мы когда начали вести Твиттер, мы вели его как бы для всех, но в какой-то момент в нашем комьюнити оказался инвестор из США, который сам нас нашел. То есть более агрессивная бизнес-среда, инвесторов, фондов много, они ищут проекты проактивно. Они сами нас нашли, они оказались из США. Пользователи, которые начали создавать NFT, они оказались из США. Здесь в целом сейчас достаточно благоприятная среда для крипто. Ты можешь как компания владеть криптовалютой, ты можешь зарегистрироваться как компания на бирже, ты можешь обменять на бирже криптовалюту, вывести на банковский счет, ты можешь вести бухгалтерию, бухгалтер знает, что такое криптовалюта, как ее записать на баланс-шед компании. Есть какая-то институциональная среда, в которой государственные органы следят за рынком плохим? То есть он существует, здесь есть, да, законы, все это, наверное, самый прогрессивный фреймворк законодательный по блокчейну Web3 криптовалютам. Мы там платим налоги, например, и все компании, которые получают прибыль в криптовалюте, они могут платить налоги и также отчитываться к обычной компании. В Америке законодательство, оно уже проработано, там с этим нет никаких проблем с выводом денег, со смарт-контрактами, с тем, что это часто используют как уход от налогов, обнал и прочие известные всем слова. Кажется, что в блокчейне это еще сложнее, потому что здесь можно все транзакции отследить, и как бы если так, ну, чуть-чуть глубже посмотреть, то блокчейн вообще весь публичный. У тебя, как вот все банские транзакции, но только они публичные. И нельзя, особенно в эфириум блокчейне, там вообще очень сложно сделать так, чтобы, ну, это практически невозможно, сделать так, чтобы у тебя транзакции не были отслежены. То есть уходить от налогов на блокчейне, это крайне неэффективно глобально. Если ты работаешь как компания, у тебя там официальный бизнес и так далее, если ты этого не делаешь и ты просто используешь какие-то там одноразовые кошельки для каких-то одноразовых сделок, как частное лицо, наверное, ты можешь уйти от налогов. Но компаниям это очень сложно делать. Наверное, большое отличие там России и Штатов с точки зрения там вот именно налогового, то, что в России как-то так построена система, что ты не можешь избежать того, что ты не заплатишь. Например, там есть всякие проверки НДС, и там на технологическом уровне сейчас все они больше, 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 там счета контролируют, и все контролируется, и ты, в принципе, не можешь избежать, но люди пытаются это сделать. А в Штатах сделано так, что ты можешь избежать, ты можешь вообще не платить, но если вдруг ты нарушишь, наказания крайне большие, и люди как-то в обратную сторону, то есть они сами это делают, тебе выгодно быть честным, получается, в Штатах. Поэтому все платят налоги, не то чтобы их и заставляют это делать. Просто как-то так принято, я не знаю, штрафы большие. Как вам быть русскими в Нью-Йорке в 2022 году? Есть ли какое-то особое отношение к вам? Я бы сказал, что никаких конкретно в 2022 году новостей не случилось с точки зрения того, как к тебе относятся. То есть в целом, наверное, есть понимание, что все, кто находится в западной части мира, это скорее те, кто не поддерживают, да, или уж точно не агрессивны и человечны, поэтому относятся к людям нормально. Просто сама культура тоже в Штатах, вот очень много людей, которых ты встречаешь, у них либо, то есть это дети иммигрантов, которые приехали там, когда им было 5-10 лет, 15, прям очень много в бизнесе людей. Они все говорят на двух языках какой-то там их нативный язык. Это может быть там Индия, Пакистан, знаю там Индонезия, Россия та же. И вот очень мультинациональная культура, особенно в Нью-Йорке, поэтому здесь, ну, все почти иммигранты или дети иммигрантов, или дети детей иммигрантов, поэтому особо нет какого-то, не знаю, особого отношения к русским. Русских очень много здесь, в принципе, в Нью-Йорке. Вы смогли интервьюироваться вот именно в американское общество? Потому что очень часто, когда предприниматели, ну, просто иммигранты приезжают куда-то, куда бы то ни было, то они попадают в такие, типа, общины русских, или там общины евреев, не знаю, еще кого-то. Как вот у вас период адаптации прошел? Ну, он еще не закончился, все-таки не так давно мы здесь оказались. То есть связующее звено в виде Веб-3 разбавляет, естественно, культуру полностью. То есть я не уверен, может быть, мне кажется, я не знаком, может быть, с одним или двумя только проектами, занимающимися Веб-3 русскоязычными фаундерами, основанными здесь. То есть если ты общаешься по бизнесу, ты почти всегда общаешься с нерусскоязычными людьми. С точки зрения дружбы, каких-то развлечений, наверное, там побольше процентов русскоязычных людей, ну вот у меня появились несколько достаточно теплых приятельств, товариществ, наверное, не могу пока их назвать дружбой, с американцами, которые выращены и рождены в Нью-Йорке. Это очень прикольно. Ребят, ну а как вот бизнес вести? Сравните бизнес по-московски, бизнес по-нью-йорски. В чем принципиальная разница? Ярче всего, наверное, для меня, во всяком случае, было понятие доверия. Почему-то как-то вот так выходит, что среда, в которой всех все время наказывают за то, что ты делаешь что-то не так, фильтрует. Очень сложно делать что-то неправильно. И поэтому, когда ты встречаешь человека на улице или вот с инвестором, ты договорился о том, что он будет участвовать в раунде. Вот с ним не нужно даже бумаги подписывать, потому что если он сказал, что он будет, а потом он не будет, то он потеряет свою репутацию. И вот какая-то эта часть, может быть, я как-то неправильно в России жил, была сильно сложнее. То есть ты прям как-то часто ожидаешь какого-то подвоха от людей. То есть если вы о чем-то договорились, можно там имейл написать, это приравниться к договору. Также фактор такой, что в Штатах цена на бензин, кофе и прочее не меняется годами, что, кстати, не скажешь за последний год, она сильно выросла. И на то, и на другое, и люди очень сильно расстроены этому. Но в среднем, я был в Штатах 10 лет назад или 5 лет назад, и цена, она примерно была одинаковая. То есть инфляция супернизкая, и когда у тебя одинаковый уровень цен, ты можешь делать гораздо более долгосрочные контракты. То есть даже в России, когда договариваешься о чем-то, тебе нужно придумать, какую заложить там цену. То есть ты можешь договориться на год, и тебе нужно уже предусмотреть, что через год вы должны будете иметь возможность передоговориться, потому что все цены будут уже другие. И вот здесь этого всего нету, потому что у тебя цена примерно всегда фиксированная. Только в этом году, правда, это все тоже здесь появляется. Но то этого, и люди уже воспитались в этой среде, что все очень стабильно, цена очень стабильна, то есть можно договориться, и это прямо на 10 лет будет. То есть гораздо более длинный горизонт планирования, гораздо больше денег, поэтому, опять же, почти не бывает ситуации, когда у компании или у человека резко заканчиваются деньги полностью, туда, и он пытается как-то избежать договоренностей. Поэтому ты можешь гораздо спокойнее вести бизнес, о чем-то договариваться на долгий срок, и не держать в голове кучу рисков вот этих постоянно. Не знаю, офис ты можешь снять спокойно, на три года будет цена примерно одинаковая. В России ты как бы никогда не снимаешь офис на три года. Снимаешь там на год максимум, и потом цена меняется. А офис, кстати, зачем вам офис? Крипта, анархия, удаленка, крашеные ногти, для чего офис? На самом деле очень долго работали удаленно, и в предыдущих проектах у меня всегда было за то, чтобы работать удаленно, а вот сейчас мы наоборот, ну я, по крайней мере, вижу гораздо больше эффекта от работы в офисе, просто потому что рынок слишком быстро меняется, конкретно веб-3 слишком быстро растет и меняется, и когда все рядом, больше контекста, а когда ты на удаленке все, то у тебя есть только выделенные окна созвонов на определенные темы, и нет такого, что ты там шел мимо и где-то услышал о чем-то интересном, что происходит. Плюс мы в достаточно особенном месте, в Вильямсбурге. Это такой специфический коворкинг, где много веб-3 компаний, то есть это комьюнити, опять же, ты можешь пойти там в соседний офис, и там будут ребята из, ну там, core-проектов веб-3, и это очень круто, потому что ты можешь тоже с ними о чем-то поговорить, что-то узнать и быть в этом комьюнити. А Вильямсбург, это же дико интересное место, это же такое, даже вот в Москве я не знаю, с чем сравнить, это не Патрики, это вот главный хипстерский район с кучей винтажных магазинов, модных брендов, аутентичных всяких фэшн-штук. Вы модники вообще? Почему там мы сняли офис? Ну это же, наверное, самый модный район Нью-Йорка, я думаю, вот по аутентичности. Ну один из... Почему здесь? Потому что здесь вот этот коворкинг, здесь есть вот этот network, их, в принципе, немного, здесь есть на Манхэттене одно место, и вот в Вильямсбурге второе место, где некое комьюнити проектов, да, в индустрии. Ну и потом ты встречаешь кого-то, спрашиваешь, где ты живешь? Он говорит, я в Вильямсбурге, инвестор наш первый, который наш нашел 15 лет здесь жил, то есть как-то сам район, из-за того, что он более такой был... артовый, креативный, что ли. Изначально эти все районы, они появились на месте, где были фабрики, вот такие окна. Сейчас еще бушвик супермодный. Все переходит в бушвик, но пока еще в Вильямсбурге. Там были фабрики, там были художники, снимали себе лофты в пабличных помещениях, делали креативные вещи, и как из этого такого ядра креативности в какой-то момент появились проекты, NFT-проекты, криптопроекты. Вот они здесь родились, поэтому здесь и сидим. Силиконовая долина – это не номер один, как я понимаю, в вашей нише, да? Это такой старый IT-фонд, назовем его, да? Где-то был отчет о том, что в прошлом, в 21-м году 50% всего венчурного финансирования получили проекты именно в Веб3 в Нью-Йорке, 40% в Силиконовой долине, Кремниевой долине, 5% в LA, 5% в Майами. В целом, наверное, с точки зрения венчурного финансирования стартапов Кремниевая долина больше. Именно крипто-стартапы, они находятся где-то на пересечении техники и финансов, и Нью-Йорк – это финансовый центр, а Сан-Франциско – это технологический центр. Вот из-за того, что это пересечение между технологией и финансами, наверное, именно криптовых проектов в Нью-Йорке больше. Скажите, вы были толерантными 5 лет назад в Москве? Хороший вопрос. Как говорят, высшая школа джиномики… Это же не бинарно, то есть там спектр какой-то есть. Ну, к чему-то были толеранты, к чему-то нет. Нет, сейчас вот Саша уже толерантит. Толерантит, да. Чтобы красить ногти, например. Ну, то есть, конечно, у нас уровень толерантности возрастает, но это как бы некий… Я бы даже не сказал, что это там Америка. Это когда ты вынужден в каком-то смысле по работе быть в разных странах, ты просто смотришь, что в одной стране, не знаю, в Испании там одни какие-то вещи считаются нормальными, другие считаются неприемлемыми, да. Там в третьей стране еще что-то, еще что-то. И Штаты, наверное, самая такая толерантная страна, да. Поэтому чем более ты как бы отстраняешься от этого, тем проще находиться в новом каком-то обществе. Поэтому это как-то естественным образом происходит. Ты думаешь, ну, окей, люди разные, если им нравится что-то, значит, может быть, это хорошо. Для них. Знаете, мне тоже нравится. Ты сам... Не обязательно. Ты можешь иметь какое-то свое мнение, но не быть к чужому выбору как-то агрессивным или не одобрять его, да. Наверное, в этом суть. Не форцы. Тут много зелени. Мне очень нравится зелень. Фабричное помещение. Много света. Мне это как-то радует всегда глаз. Прикольно здесь сидеть. Был очень рад, когда мы взяли это помещение себе, потому что до этого все два года удаленной работы. Здесь все достаточно стандартно. Не могу сказать, что у нас есть капсула для сна или помещение для йоги. А это помещение для йоги может быть и есть, может быть, не обману. Или бесплатная еда, как в офисах Google или Facebook. Здесь, скорее всего, про людей, про обстановку. Цвет очень сильно помогает. Есть кофе. У нас есть еще несколько членов команды обсуждают какие-то важные дела, наверное. А вот и бесплатная еда, смотрите, даже что-то есть. Я сегодня съел один банан. Я сегодня везде торопился, ничего не успел сделать и съел с этого стола один банан. Занимаюсь модным голоданием вынужденно, не по своему желанию. Сложная миграция, да, дается? Для тебя вот переезд в Америку это серьезный шаг вообще? Или ты к этому легко относишься, что сейчас поживу здесь, потом поживу там? У нас просто есть некий пафос всегда, да, уезжать так навсегда. У меня есть, наверное, даже много чего сказать по этому поводу. Я приехал в Штаты два года назад первый раз посмотреть, как здесь дела. Четыре месяца пробыл в Сан-Франциско, два месяца в Нью-Йорке. Нью-Йорк мне очень понравился. И как-то после этого у меня было большое желание сюда приехать жить. Я два года занимался визой, много этому внимания уделил. И, наверное, всегда относился к этому. Вот первый раз, когда я приезжал, я вообще думал, что я приеду, если у меня будет интернет, то и все, мне больше ничего не нужно. Но я столкнулся, конечно, с одиночеством, с тем, что у меня мало друзей, что все друзья в России в другом часовом поясе, и что с ними со всеми нужно созваниваться. В общем, прям эмоционально большая нагрузка, сильно больше, чем я ожидал. Второй раз я сюда приехал спустя два года, у меня уже есть какие-то вот компании, друзья, бизнес. И я еще меньше ожидал каких-то таких эмоций негативных. И в целом их было сильно меньше, но все еще больше, чем я ожидал. В общем, это прям нагрузка. Это тяжело. На самом деле, ну, справляемся как-то. Не парцы. У вас работает кто-нибудь из России с вами? Переехала какая-то часть команды или это все новые люди? Сколько у вас сотрудников? У вас офис в Нью-Йорке небольшой. Большая часть сотрудников у нас в Европе. Сейчас это порядка 70 человек, вся компания. И всего в Штатах у нас, по-моему, 12 человек сейчас. Русские ребята приехали, да, вот часть leadership team русскоязычная приехали сюда. Кто-то в Европу приехал, кто-то в Штаты, кто-то из Штатов в Европу переехал. Какие в среднем зарплаты в таких веб-3 проектах как Рари был в Америке? Сколько? 5 тысяч долларов в месяц примерно 3-5? Не, больше. Больше, да? Десятше. Зависит от позиции, ну, то есть, если это разработчики, наверное, это там от 5 до 8, что-то такое, до 10, может быть, даже, может дойти. Вообще, опять же, если это Европа или Штаты, в Штатах зарплата разработчика очень сильно варьируется веб-3. Если это связано со смарт-контрактами и каким-то дип-теком с большой экспертизой, там вообще какие-то сумасшедших денег доходят. Ну, наверное, среднее может быть 250-300 тысяч долларов в год. Но, правда, здесь нужно платить налоги с этих денег и можно там поделить на 2 примерно. Ну и на 2 там 40 процентов. В Калифорнии и в Нью-Йорке одни из самых больших налогов по стране около 40 процентов. В зависимости, ну, мы про разработчиков говорили, наверное, разработчики в среднем 250-300 тысяч получают. Не разработчики, я не знаю, это, наверное, от 100 начинается и где-то 120-300. Разработчики получают как высокооплачиваем менеджеры в Штатах. То есть, наверное, вот классный разработчик в Фейсбуке получает 300 тысяч долларов в год и классный менеджер тоже получает 300 тысяч долларов в год. То есть зарплата покрывает тебе квартиру, еду, такси, да, наверное, все в Нью-Йорке. Ну, путешествие, отпуск, а все, что ты мечтаешь отложить или купить квартиру или что-то еще, получается, за счет акций, которые тебе компания дает опционов или в случае веб-3 токенов, которые привязаны к капитализации компании. чем более успешная компания, тем больше ты зарабатываешь. Что вы купили себе на такие первые большие заработанные деньги? Что ты покупаешь себе? Наверное, одна из самых айфон. Я хочу сказать, что одна из самых ценных вещей это мой макбук, но с недавних пор я счастливый обладатель NFT, купленный за 30 тысяч долларов. Наверное, это теперь новая самая дорогая вещь, которая есть. А сейчас она стоит 13 тысяч долларов после того, как я купил за 30 тысяч. Очень успешный вести. Но зато я в клубе. Я в клубе крутых владельцев дудлов. Да. Поздравляю, Саша, ты крутой. Спасибо. У меня техника, я обожаю технику. Вот там есть камера, по которой мы сейчас звонимся, микрофон видно с рукой на фоне, со светом, да. Это я все люблю. Алексей, ну ты купил себе мустанг красный кабриолет, нет? Мне, если честно, мустанги не очень нравятся. В целом, я немного покупаю себе чего-то, то есть вообще нету какого-то не знаю такого, что я хочу что-то купить или что-то купил. Наверное, было классно, когда мы смогли поинвестировать, мы проинвестировали там с Сашей в несколько больше 10 проектов, просто разных там из Web3. Вот как-то так наверное мы тратим деньги. NFT я тоже тысяч на 30 купил, сейчас они стоят даже меньше, чем у Саши. Что для вас деньги значит? Давайте по очереди сформулируйте, пожалуйста. Наверное, деньги дают безопасность очень сильно, то есть ты чувствуешь себя уверенно, когда знаешь, что у тебя есть личный runway твоих собственных средств, которых хватает на X месяцев или лет, и ты такой, ну получится, не получится, всегда есть план B, то есть это как такая противотанковая броня. В Штатах она ощущается как сильно более тонкая броня, чем где-либо еще, потому что здесь много всего дорогого, и это еще вот как капитализм, мне кажется, есть такое понимание, что в целом мир достаточно эффективен, поэтому наверное если у тебя есть много денег, то мир тебе их дал за то, что ты ему принес пользу, то есть вот прям обмен, я что-то для кого-то сделал, он мне дал за это денег, то есть это какая-то метрика, а сколько я вообще пользы миру принес, то есть если много, то вот круто, вот они пусть лежат, мне кажется многие миллиардеры так делают, они после этого тратят на благотворительность, хороший ответ, Алексей, для тебя? Мне нравится, что большая часть того, что мне нравится, это что-то создавать, и деньги для меня средства что-то создавать, в том числе если инвестировать в какие-то молодые команды. И вы ничего роскошного себе не купили? Ну она же не как бы вся выручка реинвестируется? Все реинвестируете полностью? Ну как реинвестируем? У нас она есть, мы ее будем использовать для опять же чего-то. Что-то роскошное купить, наверное можно, непонятно зачем. Ведем такой образ жизни, то есть очень много перемещений, поездок, и опять же купить машину, непонятно что с ней делать, потому что ты же не будешь ее с собой возить везде в чемодане. И вот когда у тебя такой образ жизни, у тебя наверное все, что в чемодан ты хочешь купить. NFT нужно на вот NFT покупаем. Не форцы. Друзья, вы поняли за счет чего то или иное NFT становится популярным, дорогим? Я подписан на ряд инфо-цыган в инстаграме, которые просто говорят «Эта обезьянка она вот за сегодня уже на 7000 долларов подскочила». Ребята, вот просто я раньше вам говорил, что надо делать. сейчас просто покупайте это. Вот. И ты думаешь, ну это блин, чувак, ну ты взрослый человек, что ты такое несешь вообще, почему ты почему ты это делаешь? И вот даже создатели Rarible, как я понял, уже потеряли какие-то деньги от иных тишек. За счет чего? Как? Стоимость складывается чаще всего из комьюнити. то есть в 2020 году был популярен крипто арт. Если ты делаешь какой-то восхитительный арт, но никто не знает, кто ты такой, то скорее всего он будет плохо продаваться. Такое получается, что складывается комьюнити покупателей. Вот есть там художник Икскопи, он сложил вокруг себя комьюнити крутых покупателей, и они то, что купили, они дальше промолтят. Дальше достаточно показательным было то, что криптоарт всегда создатель может сделать больше арта, и происходит такая инфляция. Отчасти я считаю, что это было причиной, почему криптоарт стал занимать маленький процент рынка, а вот эти обезьяны занимать большой процент рынка, потому что всегда, когда создается коллекция условных обезьян, там ровно 10 тысяч предметов у кого-то 8 тысяч, у кого-то 5, да, но большинство коллекций, у них ровно 10 тысяч предметов, складывается комьюнити из 10 тысяч человек, которые в первый же день их все скупают, и дальше от зависимости от динамики того, что эти 10 тысяч человек делают, полностью зависит цена. Если эти 10 тысяч человек это художники, основатели компаний, рэперы, вот там Мадонна выступала, Snoop Dogg и Eminem записали совместное видео про обезьян, поэтому люди готовы сейчас платить за 100 тысяч долларов, чтобы быть внутри комьюнити из этих 10 тысяч человек, где есть Snoop Dogg и Eminem, чтобы быть ближе к ним. правильный я понимаю методику заработка на NFT, вот какие сегодня есть способы на этом заработать? Это такой сложный вопрос примерно из разряда как заработать на криптовалютах, то есть это можно абсолютно те же ответы, как заработать на фондовом рынке, то есть да, можно, если заниматься там, не знаю, изучать, анализировать и полноценно этим заниматься, есть люди, которые профессионально там трейдят и зарабатывают, также профессионально трейдят NFT сейчас и зарабатывают, но это наверное, чтобы делать стабильно, нужно серьезно этим заниматься и просто так что-то купить, я не знаю, ожидать, что ты заработаешь очень быстро, довольно наивно. Потому что самое сексуальное, что было в криптовалютах, то, что они когда-то стоили 3 копейки, сейчас они стоят очень много-много денег и все представляют себе какого-то человека, который купил их за 3 копейки очень много и потом у него стало вот столько денег и все хотят так же. Да, правда в том, что все люди, которые купили за 3 копейки, ну не все, а 99,9% продали, когда это стоило стоить 10 копеек. практически все, включая нас с Сашей. Как только у тебя 10x к твоим 3 копейкам происходит, ты же не знаешь, что там будет еще, не знаю, 1000x, ты продаешь, потому что у тебя есть какое-то ощущение уже классной доходности, вот. И в целом, ну там, так или иначе, большой какой-то объем крипты, он собрался у и так довольно обеспеченных людей. Кстати, ФБР, один из крупнейших владельцев, наконфисковали то, что он куча крипты. То есть, да, наверное, также вот эти обезьяны, это такой феномен, сколько они стоили год назад, они стоили, там, мент у них был что-то типа 1 десятая эфира, наверное, да? Наверное, 0.02 эфира, 0.02 год назад, а сейчас они стоят, эти обезьяны, 100 тысяч долларов они стоили, да, недавно. В пике они стоили 450 тысяч долларов и еще по 150 тысяч долларов каких-то там других монет насыпали каждому. То есть, рост, я не знаю, сколько там, тысяч процентов, колоссальный, да? но вот я знаю людей, которые купили этих обезьян, как только они выросли так же в 10 раз и них сразу продали. Никто не знает, что они вырастут там в тысячу раз после этого. И здесь, как бы, как здесь заработать? ну, наверное, если пальцем в небо ткнуть и сказать, что через полгода или год, когда крипта совсем будет грустная, можно купить на деньги, которые тебе не жалко потерять и не нужно будет в какой-то момент резко доставать пять топовых коллекций NFT и оставить на три года до того момента, когда все начнут кричать, бегать, снова говорить, что крипта это будущее и ваши старые друзья начнут спрашивать, а стоит ли покупать? Вот тогда, если продать, то, наверное, заработаешь. Так же, как и в фондовом рынке. Абсолютно. Если все акции упали, их надо покупать. Когда они опять отрастут, надо продавать. Но сколько займет времени, неизвестно. Не парцы. Расскажите немного про вас. Вообще, насколько я знаю, вы оба выпускники высшей школы экономики. Как вы познакомились, как вы решили вместе делать этот проект? Познакомились в 2017, когда был предыдущий бум развития адобшена технологии, крипты. Примерно в одних кругах общались не так много людей в 2017 году. До того, как это стало популярным, интересовались технологиями блокчейна. Тогда вы уже у каждого из вас были проекты именно в предпринимательстве, насколько я понимаю. Что это были за проекты? Расскажите. У меня до этого предыдущий проект был marketplace стикеров. Мы продавали стикеры всем крупным мессенджерам. У меня было много мелких проектов. Вообще, я в крипте с 2012 года. То есть, в этом году будет юбилей, 10 лет. я младенцем после университета, точнее, во время университета родился в этот мир крипты. Я, когда учился в школе, я пытался заработать какие-то деньги, и у меня всегда была большой проблемой их куда-нибудь принять. Нужно было какие-то Яндекс.Деньги заводить, еще что-то, потому что везде просили паспорт, ты еще молодой, нет 18, и когда появилась технология, что оказывается можно ни у кого ничего не спрашивать и пользоваться как кэшем только в интернете, я был просто продан этой идеологии сразу и начал делать проекты. В основном там трейдинг какой-то. Мой университетский товарищ позвал меня в проект. Я в какой-то момент посчитал, что у меня было 10 зафейленных проектов, вот когда мы прям собрались, придумали идею, сделали брендинг, сайт, презентацию, где-то что-то на уровне идеи умерло, что-то на уровне первой итерации, что-то на уровне второй. Вот в 17-м году познакомились, кажется, сошлись недостающие элементы, наверное, мы делали слишком много дизайна и маркетинга и недостаточно технологий, и когда объединили силы, вот случилась какая-то такая химия. Вы оба закончили вышку, как вы считаете, вам это помогло как-то в жизни этот диплом, что-то было базово, фундаментально нужное в высшем академическом образовании? Ну, я не знаю, мне лично диплом никогда не был нужен, вообще ни разу, и я бы не сказал, что я получил какие-то знания академические, которые мне бы сильно пригодились, но опять же, вот комьюнити и люди, которые там учатся, они формируют какое-то, не знаю, ну, это классно, это интересно, там растут очень крутые люди, интересные, умные, и, наверное, вот это то, что больше всего дает для меня, например, ценности в высшей школе экономики, не диплом. Я очень плохо учился всегда в высшей школе экономики, но при этом я все еще считаю, что это кардинально повлияло на мою жизнь положительным образом, вот прям очень много, не знаю, 70% вообще каких-то достижений, может быть, то есть я познакомился с товарищем, с которым делал все предыдущие бизнесы в высшей школе экономики, есть проект там Зирион, российский известный веб-3, это тоже все ребята из высшей школы экономики, школы экономики, не знаю, мейнсет какого-то достигаторства тоже присутствует почти во всех больших университетах топовых, туда сложно попасть, тебе нужно как-то очень сильно грызть бетон, обычно, чтобы попасть в фистех или в вышку, в технической, в технических специалистах, наверное, это еще более важно, потому что фундаментальные знания, математики, физики и программирования сложно было бы получить после университета. Как-то корреляция все равно очень большая между образованием и работоспособностью. А вот что вообще, какие вузы еще бы в России выделили? МФТИ, многие говорят, крутой вот очень вуз, МИФИ. Там же все меняется, я не знаю, что сейчас, как вообще, наверное, все те же, МГУ, МФТИ, МИФИ, вышка, Санкт-Петербургский, универ, политех в Питере есть классный, вроде там сильные программисты. Что такое Rarible сегодня вот в цифрах? Можете сказать, сколько через вашу платформу уже продали на какую сумму? Сколько пользователей сегодня? Суммарно за прошлый год на 300 миллионов долларов NFT продавали через платформу. В этом году рынок упал, сейчас мы охлаждаемся. Пользователей опять же в пике у нас где-то было 3 миллиона за месяц, сейчас около миллиона. А что на это повлияло? Обвал крипты или какие-то политические события или просто людям надоело? Фактором основным падения крипторынка абсолютно такое же, как классического рынка, то есть это именно фондовый рынок. Потому что сейчас криптовалюта сильно скоррелировалась с фондовым рынком. Опять же, поскольку за прошлый рост рынка очень много институциональных инвесторов зашло и теперь институциональные инвесторы они как бы это именно те же люди, которые играют на бирже фондовом рынке и делают этот рынок. Соответственно, когда ФРС поднимает ставку, они забирают деньги с рынка, когда ставка опускается, они скупают активы и соответственно деньги заходят в рынок. Когда все забирают деньги с рынка, все начинает падать. Что значит забирают деньги? Значит они продают свои портфолио акций, криптовалюты и прочего, прочего, прочего. Обычно это идет по риску. Чем более рисковый актив, тем его очередь выше в продаже. Криптовалюта это самый рисковый актив. NFT это еще более рисковый актив. Соответственно, чем выше риск, больше падение. Потому что это распродается в первую очередь. Но как-то так. Поэтому все рынки упали, все компании технологические упали. Coinbase это лидер рынка, это как бы одна из немногих компаний Web3, которая не совсем Web3, я бы сказал Web2,5. А акции упали порядка на 80% за последние 3 месяца. это вообще обычная компания, которая вышла на IPO. Вместе с этим падают соответственно все остальные уже криптоактивы и начинают иногда сыпаться какие-то довольно крупные фонды и крупные проекты. Помните во время коронавируса по телевизору говорят, что нужно стимулировать экономику, нужно, чтобы пока все сидят дома, наша экономика не замедлилась. Вот как это работает? Государство создает деньги новые и покупает на эти деньги активы на рынке. Значит, государственные облигации вырастают в цене на 0.1%, акции вырастают в цене на 1%, биткоин вырастает в цене на 5%, эфириум вырастает в цене на 20%, инактивы вырастают в цене на 50%, и у меня начинает чаще звонить телефон. Это работает за 2 дня. По телевизору объявляют, что мы стимулируем экономику, и через 2 дня у меня начинает звонить телефон. Сейчас мы идем в обратную сторону, то есть государство не может так делать, потому что когда активы покупает, эти активы у него остаются. Вот сейчас у ФРС принадлежит 9 триллионов долларов разных вещей, которые они купили просто с рынка для того, чтобы простимулировать экономику. Сейчас они их распродают обратно, и все падает. Падают акции Apple, падают крипта, падают NFT, и у меня звонит телефон реже. То есть до этого, до того, как институциональные инвесторы пришли в крипту, в App3, до этого, конечно, не было корреляции, в этом был большой апсайд рынка, потому что это был хедж от фондового рынка, ну, с точки зрения инвестиций. Сейчас кажется, что немножко это потерялось. И, наверное, сейчас остается основной бонус, что это просто супер перспективная технология, и там очень большой апсайд с точки зрения роста пользовательской базы. Как вы считаете, ФРС в США сегодня насколько влияет на рынок криптовалют? Насколько они независимы, или насколько одним рочерком пера весь рынок может грохнуться? Мы это видим в прямом эфире. то есть, они не контролируют непосредственно рынок, они не могут подвинуть мою криптовалюту с моего счета, или наоборот, но они контролируют богатство населения, и когда население становится более богатым, оно покупает больше крипты, когда население становится менее богатым, оно покупает меньше крипты, и через вот этот механизм есть достаточно прямое влияние на курс. А как вам кажется, бум NFT еще будет такой, как было во время продаж работы Bipple за какие-то астрономические десятки миллионов долларов, или это станет таким консервативным, совершенно обычным бытовым инструментом для покупки, я не знаю, какой-нибудь картинки и цифровой ее версии? Основные потребители и Adobe, ну adoption основной сейчас существует все равно в Штатах, когда ты не находишься в Штатах, это кажется совсем какой-то странной штукой, но когда ты находишься вот здесь в Америке, то тут ты можешь встретить просто обычных людей, которые просто работают на работе и они реально покупают за тысячи долларов картинки и типа им это нравится, то есть так это работает. Вот это там у вас в Америке конечно, да. тут у людей больше запас денег на развлечение, наверное, это в какой-то степени попадает в категорию развлечений, когда ты в каком-то клубе, когда ты покупаешь себе, допустим, дорогие люксовые вещи, ты хочешь быть тоже, выделиться как-то. Дает очень хорошую уверенность в том, что это уже никуда не денется и так и будет и будет расти. Представь, что ты покупаешь себе автомобиль такой, не знаю, BMW за 500 тысяч долларов и приезжаешь на тусовку на нем, он плестит, светится и все говорят, какой ты классный человек, у тебя есть BMW за 500 тысяч. Вот люди покупают Bored Ape NFT ставят себе на аватарку в твиттере и залетают точно так же на таких же возвышенных тонах в цифровую тусовку. То есть механика абсолютно та же самая, только вот прокатиться на ней нельзя, а социальный сигнал сработал точно так же. У тебя есть доступ к другим людям, которые классные, которые эксклюзивные. Сколько вы сегодня уже привлекли денег? Чуть больше 15 миллионов долларов. А что это за фонды? Кто это, кто эти люди? Кто вас поверил? Это много достаточно фондов. SeedRound у нас был CoinFund, OneKeyX, Coinbase. SeedRound это у нас кажется наиболее такие diverse, но при этом наиболее крипто native фонды так называемые. Дружественные крипты. CoinFund специализирующиеся на Web3 на крипте оба фонда, которые лидили раунд и Coinbase, это известная биржа в Штатах, она тоже присоединилась. Это был SeedRound около 2 миллионов. A Round 16 миллионов. Значит, лидом был Venrock, это венчурный фонд. Rockefeller Ventures был переименован Venrock, то есть деньги старой семьи. И Zero One Advisors это бывший генеральный и операционный директор Twitter наемные. Друзья, расскажите, на что смотрят такие именитые американские инвесторы, как фонд Rockefeller, инвесторов, когда они принимают решение вложиться в проект? Самое главное, в принципе, быть одним из лидеров рынка. То есть здесь в Штатах как-то бизнес-среда устроена, что если кто-то вырывается в лидеры рынка, ему после этого дают очень много капитала, этот игрок быстро масштабируется и занимает большую долю рынка. Поэтому все инвесторы, они в целом охотятся за лидером. Вот если есть понимание, что есть проект номер один, номер два, номер три, номер четыре, наверное, пять лидеров получают каждый себе какого-нибудь именитого инвестора и вот инвесторы между собой, значит, такая битва капиталов небольшая происходит. Вот сейчас самый лидер рынка это не мы, к сожалению, это первый проект, который появился на два года раньше, чем нас, нам четыре года, им скоро будет, нам три, им скоро пять. Вот они лидеры. OpenSea, да, сейчас лидер или кто? Да. Ну, у них фишка в том, что туда работы могут выкладывать бесплатно, насколько я понимаю, авторы вообще. И там вот, когда мы делали фильм про NFT, его называли такой помойкой, где может быть все неограничено и для всех бесплатно. Что, вам так нравится вынижать конкурентов? Я могу продолжать. Это на самом деле достаточно распространенная история. Открытые системы побеждают закрытые системы. Facebook открытая система, Google открытая система. То есть, то, где нужно взаимодействовать с человеком или с чем-нибудь, чтобы попасть на платформу, создает бутылочное горлышко по количеству. А если все открыто, если ты смог построить такую систему, в которой любой человек может прийти, что-то сделать и там как-то сработает автоматическая система ранжирования, что самое лучшее окажется наверху, то, что не лучшее окажется внизу, то эта система быстро масштабируется. И недостаток, и на самом деле большое преимущество в том, что бесплатно, открытая помойка и можно там все сделать. Почему вы не пошли по этому пути? Или это не так легко вообще? Мы идем по похожему пути. у нас открытая платформа. Это то, за счет чего мы заработали свою популярность, будучи первой открытой платформой, где можно создавать предметы. OpenSea позже добавили эту функцию. Но из-за того, что они были раньше на рынке, они захватили другой сегмент рынка раньше. Вот этот сегмент рынка, где все на аватарке ставят себе различные NFT, он у них начался, и, соответственно, когда этот... А мы начинали с криптоарта. Когда сегмент рынка аватарок вырос в 100 раз, они стали лидером рынка. Мы в какой-то момент делали больше объема, когда арт был более популярен. Давайте зафиксируем вот по поводу инвестиций. Начинали вы вообще с какой суммы? Вот самое-самое начало, что вам потребовалось для создания проекта? Наверное, около нуля. Около нуля? Очень мало. Всем интересен этот вопрос, наверное, с точки зрения, что нужно ли иметь стартовый капитал, чтобы что-то сделать. всем интересно, вот как это вот два парня с вышки сейчас в офисе в Нью-Йорке, и в них инвестируют в фонд Рокфеллера. Что им там надо было? Богатые родители, я не знаю, успешная любовница. Ну, что-то, что-то должно быть. Почему они, а не я? Вот все это спрашивают, и всегда интересно узнать, что у вас было, ребята. Я из деревни. Да? Из какой? В Краснодарском крае у вас есть жителей. А, то есть, из Кубани, из Кубани. Да. Нужно много опыта. Наверное, если у тебя никакого капитала нет, то тяжело, нужно, чтобы команда... Ну, нужно построить MVP, который кто-нибудь заметит, Нужно иметь деньги на команду на несколько месяцев, вот на ту самую минимальную команду, как Алексей рассказывал. Нужно платить из своего кармана, наверное, там, месяца три, вот этот, там, минимальный набор, что можно сделать, пока тебя не заметят. Это если у тебя нет имени. Если ты, например, с какой-то большой компанией уже идешь, ты работал в Фейсбуке, и ты говоришь, я начинаю свой стартап, то тебе, наверное, сразу дадут денег. Друзья, вот последний мой вопрос. Скажите, нас смотрят молодые люди, для которых там сделать, там, практически единорог, как сказал Саша. Это, ну, мечта для очень многих. Скажите, какие качества, вот вы в себе развивали, чтобы этого достичь? Как вам кажется? Что вам помогло этого добиться? У всех пути свои, рецепты абсолютно разные, но вот некоторые сильные скиллы наверняка есть у каждого из вас. Вот, Алексей. Что? Мне кажется, про себя сложно говорить. Можно я про Алексея? Давай, давай. А он, может быть, интересно. Вот. Мне кажется, что я, когда познакомился, вот, прежде всего, это, конечно, какие-то, так называемые, хардскиллы. Это когда ты просто знаешь технику, как что-то нужно сделать. Там, софт, железо, это, наверное, то, что на поверхности. Долгосрочный подход очень сильно тоже выделялся. То есть, не давай заработаем денег через неделю или через месяц, а давай сделаем что-нибудь существенное, что просуществует там несколько лет, игра в долгую. Какая-то открытость к фидбэку, да, то есть, там часто, мне кажется, в России принято говорить, вот так надо. Вот так, да, что-то там посовещались, решили, как лучше, как хуже. Это важно. Интуиция еще важна во многом. То есть, вот, есть какое-то интуитивное ощущение, ты смотришь на продукт и так, блин, ну неудобно, да, вот удобно или неудобно, оно на уровне интуиции появляется. вот, часто там Леша что-то говорит, такое, типа, блин, ну не прикольно, вот, фильтры на аркетблейсе должны быть слева, а не сверху. Они у нас сейчас сверху, конечно, все еще, но очень хочется, чтобы они были слева, потому что там удобнее. Кого нанять в интервью? Вот, как будет себя вести сотрудник? Вот, эта интуиция накапливается и много чего, наверное, дает. Тогда уже, как на свадьбе, уже знаешь, как Алексей, а что ты можешь сказать про Сашу? Да, про Сашу. Ну, во-первых, я бы поставил, ну, как бы вопрос так стоит странно немного, то есть, я бы не сказал, что там, да, личные качества, там, мои, Сашины, они, конечно, играют роль, но всю компанию там делает команда, то есть, это не только мы вдвоем, в каком-то смысле, возможно, основная задача, там, фаундеров, это собрать вот эту команду, в том числе, вот, в этом смысле у Саши очень классные, тоже, коммуникабельные, коммуникативные скиллы, плюс продуктовое чувство, то есть, ну, это, это то, что дополняет, допустим, нашу команду. В конкретном случае Саши, это чувство продукта, вот, и то, что он там всегда был в крипте, он все это чувствует с точки зрения блокчейн, как бы технологий, очень хорошо, это сильно помогает нам, всем, быть в тренде, делать классные продукты. Про команду, наверное, это правда, очень хороший комментарий, я помню, что, собственно, ты собрал пять, там, пять человек в субботу, в кафе, хотя, это, я, мне было нечего делать, я сидел дома. Я сидел дома. Собираю людей, которым нечего делать. вот, позвонил, говорит, приходи, обсудим, поговорим, пришли, обсудили, на бумажке нарисовали проект, и я помню, что у меня было отчетливое чувство, что вот иногда ты с людьми договариваешься о чем-то, и они тебя пытаются продавить и поставить как бы в самые такие невыгодные условия для тебя, чтобы себе побольше получить. Я помню, ты как-то вопросы задавала, вот там, а как тебе будет комфортно, если вот мы вот так организуем, тебе будет нормально или нет? Да, то есть вот этот вопрос про обратную связь, про то, что типа, и мне как-то это очень... Мне кажется, это к вопросу тоже разницы бизнеса. Да, вот в российском бизнесе у тебя большое давление всегда есть вот в сделке в какой-то. Все пытаются что-то как-то сильно под себя сделать сделку, но в Штатах в меньшей степени это глобально. Я не считаю, что хорошо, когда ты слишком большой апсайд получаешь, потому что, ну, это тоже недолгосрочно получается. Твои партнеры не будут довольны, найдут способ обратно тебя что-то забрать. Спасибо, друзья. Сегодня у нас в гостях, или мы даже были в гостях в Нью-Йорке в офисе основателей проекта Rarible Александра Сальникова и Алексея Фалина. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Пока-пока. Удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова